Дорогие друзья, приветствую вас и вы вновь на канале «Я хочу все знать». Сегодняшнее видео будет о пяти запретных мест, куда не пускают людей. Желаю всем приятного просмотра. Музей шпионажа. В китайском городе Нанченко открылся уникальный в своем роде музей шпионажа, экспонатами которого стали различные детали экипировки шпионов 20 века. В коллекцию музея вошли множество предметов, пистолеты, закамуфлированные под губную помаду, миниатюрные карты местности, сделанные на колоде игральных карт, полые монеты, в которых можно было спрятать секретные документы и многое другое. Но полюбоваться экспонатами разрешено далеко не каждому. Вовеску ворот музея гласит «Вход только для граждан Китайской Народной Республики». Туристам увидеть достижение китайских шпионских технологий не удастся. По словам пресс-представителя музея, его экспозиция представляет собой настоящую летопись китайского шпионажа, начиная с 1927 года. Этим годом датированы самые старые экспонаты. Именно в этом году китайский коммунистический режим начал шпионскую войну против своего врага Национальной партии. Хранилище золота в Лондоне В хранилище Центрального банка Великобритании действительно находится 20% первого золотого резерва. Невозможно представить себе это количество золота. Его там 5134 тонны. Если перевести это на доллары, получится почти 250 миллиардов. Суэтли говорит, что банковское хранилище тщательно охраняется. Сюда могут попасть только единицы, авторизированные сотрудники банка. Богемская роща. Так называется заповедник в райском уголке Калифорнии. Сюда не попасть человеку с улицы. Богемская роща – место встреч самых влиятельных людей мира. Сюда периодически съезжаются политики, бизнесмены, даже некоторые артисты из посвященных. Каких только разговоров не ходят об этом сообществе. Рассказывают о мировом правительстве, о странных и страшных ритуалах, даже о жертвоприношениях. Некоторые из этих легенд имеются под собой основания. Существует документальный фильм, который сняли двое американских журналистов. Им удалось проникнуть в заповедную рощу и снять на пленку один из ритуалов, во время которого поклоняются символу клуба – гигантской сови – и приносят ей жертвы. Журналисты предположили, что члены закрытого клуба относятся к масонам или сатанистам. Комната 39 Комната 39 – самое засекреченное место Северной Кореи. Предположительно, это бюро занимается поиском валютных средств для Ким Чен Ина. Представители комнаты используют около 20 счетов в банках Китая и Швейцарии для проведения незаконных денежных операций. Существует версия, что комната 39 – это 39 человек, промышляющих торговлей, оружием и незаконной перевозкой наркотиков. Организации принадлежит 120 внешнеторговых компаний, а управляет ею сам лидер КНДР. Зона 51 В США, в 130 километрах от города Лас-Вегас, когда-то выстреливая на базу. Помимо обычных функций, она выполняет еще и исследовательскую. Рассказывает, что именно в здешних лабораториях изучали инопланетян, разбившихся на своей тарелке в 90-х годах. Правда, официальные власти США опровергли эти слухи, но разве можно было ожидать подтверждения? О зоне 51 правительство Америки вообще предпочитало не упоминать до недавнего времени. Согласно официальной версии, здесь испытывают самолеты. Но почему-то доступ сюда запрещен и воздушное пространство над базой и окрестностями закрыто. Дорогие друзья, вы были на канале «Я хочу все знать». Всех благодарю за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. видео о запретных местах. Если вам понравилось, пожалуйста, не забывайте ставить лайки, подписываться, оставлять комментарии. И до скорых встреч. Пока-пока.